Привет всем. Привет всем. Итак, мы сегодня решили обсудить тему страха смерти. Это решило. Насколько актуальна для вас эта тема? Ну вот мне пишут, я боюсь смерти, я боюсь рака, я очень хочу жить. А ты боишься смерти? По правде говоря, да. Было одно время, что я считал, что я чуть-чуть боюсь. Что значит чуть-чуть? Нужно бояться или не бояться? Ну, что не боюсь. Не боишься? Да, но несколько событий в моей жизни заставили меня по-другому посмотреть. По-другому посмотреть на смерть. Что значит по-другому посмотреть? Переосмыслить, что ли. Угу. Как я буду умирать? Ну, я представляю чаще всего, как я буду умирать. Как бы я хотела умирать. Я бы хотела умирать уже старушкой. Ой. Такой, знаешь, красивой старушкой. Я точно знаю, что этот момент, когда я, к примеру, буду чувствовать уже свою смерть и ждать ее. Мне бы хотелось таким образом умирать. Если именно чувствовать и ждать ужаса, это же страшно. На самом деле для меня не страшно, потому что я много наблюдала за старушками, бабушками и смотрела, потому что бабушки уже в каком-то своем возрасте, они чувствуют, что вот как будет время. Да, и я бы, к примеру, очень хотела бы думать и знать, что я все сделала, все сделала на момент смерти. Ну, что все сделала, к примеру, я написала книгу. Ну, когда одну напишешь, хорошую, еще одну. Нет, я хотела бы не такую книгу, которая была бы для мира, для всего. Возможно, я и такую готова написать. Но я бы хотела... Готова ли напишешь? Напишу. Да. Но я бы хотела такую книгу, которая бы рассказала о том, о моем роде, для моего ребенка, для моих детей, для наших детей, о том, что... Автобиография. Ну, может быть, это не только автобиография, не только мемуара. Это какая-то, ну, как есть семейная гинограмма, когда ты знаешь, что у тебя в семье, какие... К примеру, если бы моя бабушка подарила мне книгу о том, как она жила и как жила ее мама, я была бы очень счастлива. И этот подарок для меня был бы самым ценным в жизни, потому что я бы его хранила и, ну, как бы, я бы знала, что и как жили мои предки. Ой, что-то как-то скучно. Не знаю, для меня это не скучно, для меня это важно, для меня это ценно. И я бы очень хотела... Я бы хотел, ну, неожиданно заснуть и не проснуться, и все. А вот так вот, чтобы знать о том, что я умру, еще что-то, мне кажется, это тяжело. Это, во-первых, да, а во-вторых, то, что ты говоришь... Чувствовать. Чувствовать, что я умру, и знать, что я сделала все, ну, невозможно сделать все. Всегда что-то остается там, да. Ну, это... В квартире я не успела убраться, помыть посуду не успела, или еще что-то. Квартира, посуда, это уже настолько мелочные вещи по сравнению с тем, что... Что ты можешь передать своим детям для того, чтобы они помнили и знали про тебя. А, допустим, чтобы они рассказывали своим детям о том, какая у них была бабушка. Ну, вот для меня вот это ценнее, потому что я вспоминаю свою бабушку с радостью, которая мне дала очень многое в моей жизни. И я не знаю свою бабушку по папиной линии, и мне очень здесь, в этом месте, больно, потому что, ну, я бы хотела знать бабушку по папиной линии. Я знаю только бабушку по маминой линии. А я бы хотела знать свою прабабушку, например. Ну, у меня есть такая некая связь, отношения с предками. Но мне это важно. Не знаю, как для тебя. Ну, ну, я знал свою бабушку и по папиной, и по маминой линии там, да? Ну, по маминой я, конечно, больше знал, потому что жил вместе в одном доме. Ну, допустим, допустим, вот ты знаешь, что ты умрешь, да? Да. Твоя деятельность, вот, благотворительный фонд, да? Потом, подожди, подожди, потом появится, может быть, общественное, еще что-то. Ты изменила, вот, ты знаешь, что ты умрешь, ты изменила общество, ну, в одном взятом городе. Ну, в Казани, допустим, да? А когда ты умираешь, ты с чувством того, что, а я ведь могла изменить не только в этом городе, Ну, в стране, в мире, там, в секунду, в секунду. К сожалению, там, да, что-то, да? Нет, нет и нет. А как этого добиться тогда вот? А ощущения, понимаешь, что такое, ну, помощь другим? В первую очередь для меня это мои близкие, мои родные, это моя дочь и мой сын. Для меня важнее, чем они, не может быть ничего. Помощь другим людям, это важно, но когда ты умираешь, когда ты знаешь о том, что тебе завтра умирать, ты не будешь думать о тех людях, о других людях, о тем, кому ты там таблетки не донесешь.